Около 240 тысяч наших соотечественников приняли участие в выборах президента и национальном конституционном референдуме 20 октября. Многие люди проехали несколько сотен километров, чтобы воспользоваться своим правом голоса. Кое-кто пришёл на участки ещё до их открытия. Мы потратили на дорогу 4 часа. Она была нелёгкой. На улице дождь, очень сильный. Почти всё осло накрыл. Но это не помешало нам приехать проголосовать. Мы здесь проживаем, но всё равно сердце болит за нашу страну. Мы приехали из Белграда в Сербию, чтобы проголосовать на избирательном участке в Будапеште, принять участие в выборах президента и референдуме. Я решила прилететь из Южной Кореи в Японию, в Токио. Надеюсь, наша страна продолжит этот прекрасный путь к развитию. В Берлине один мужчина пришёл на участок практически с рассветом. В Италии, где больше всего наших соотечественников, открыли 60 участков для голосования. В Италии, где больше всего наших соотечественников, открыли 60 участков для голосования. У нас большие ожидания. Мы хотим лучшей жизни и лучшего будущего для Молдовы. На избирательных участках в Бухаресте было принято решение продлить время работы ещё на два часа, поскольку очередь из желающих проголосовать была огромная. Хочу радоваться за страну, где я жила, где родилась. У меня там родители похоронены. Дети все уехали. Но хочу, чтобы страна процветала. Скажу так, с русскими мы уже жили, видели, что и как. Теперь давайте попробуем с Европой. В 2020 году в первом туре президентских выборов число проголосовавших молдаван было практически на 100 тысяч ниже.